здравствуйте уважаемые друзья вы наверно уже знаете что я интересуюсь ситуация на кавказе я сам родился и вырос там и конечно меня интересует все то что происходит на северном кавказе за кавказе на южном кавказе в республиках за кавказе и на сегодняшний день значит внимание большинства кто кого волнует этот вопрос прикован вот кормяно-азербайджанскому конфликту и все что происходит после него особенно в армении в связи с этим в интернете сейчас появилась масса информации открылись youtube каналы телеграм-каналы где блогеры ведут дискуссию вот на эти волнующие кавказ темы недавно мне удалось послушать чат аудио чат в телеграм-канале красный мост это такой интересный канал который сейчас набирает популярность где присутствуют значит представители но практически всех народов кавказа и закавказья и вот буквально на днях значит там в чате давал интервью небезызвестный алексей романов это российские блогер с хабаровска либеральный такой блогер демократичный который активно освещает протестные движения значит и в россии и белоруссии и свое время значит когда в армении случилась бархатная революция он был там брал интервью значит представителей публичных людей в армении значит простых граждан вот и в том числе значит у самого пашиняна неоднократно с ним встречался лично знаком был в кабинете в машине брал интервью вот и конечно значит мнение его не безинтересно тем более после известных событий в россии когда к нему применились значит административные какие-то взыскания он уехал в армению сейчас уже достаточно долгое время проживает там и вот согласно его мнению значит он описывает ситуацию сложившуюся в карабахе после войны и как он сам говорит во многих случаях для него открываются глаза на то что он раньше не обращал внимания конечно понять можно значит народ армении значит недовольные результатами войны вот пытается делать какие-то выводы и в основном настроен значит на реванш хотя в армении и раздаются такие трезвые голоса отдельных личностей но их очень мало очень мало и вот когда ведущие ведущий спросил значит алексей романов что такое цеха кронизм меня удивило что значит он даже переспросил я так понял что он не знает этого слова не знает понятия что это что это означает вы знаете значит я тоже последнее время достаточно много времени уделяю интернету значит и пытаюсь найти вступить в диалог с представителями в том числе и армянство и меня откровенно говоря ну просто поражает вот то неприятие армян в массе своей в большинстве значит несравненно большинстве в неприятии значит мира с турками с азербайджаном они говорят о невозможности совместного проживания говорят о грядущей следующей войне говорят о реванше и вот когда я задаю этот вопрос армянам что такое цеха кронизм к моему удивлению они тоже этого не знают они этого не знают хотя армянство вся армения живет исключительно этими идеологическими принципами и так обратимся к википедии википедии что такое цеха кронизм это националист националистическая идеология согласно которой высшей ценностью для гражданина является нация вне которой гражданин не может существовать вот вдумайтесь в этот постулат значит нация действительно имеет значение для любого человека вот но невозможность существовать вне своей нации это как-то в двадцать первом веке в голове не укладывается а как живут другие люди скажем многонациональной россии где многие нации просто ассимилировались как люди живут в европе куда переезжают значит представители других наций и живут там вроде бы нормально взять то же самое с сша значит когда там собралось значит и образовало государство люди из разных стран и нашли все свое в этом в этой стране свою родину эта идеология была разработана небезызвестным горьким дждэ которому в армении вот недавно поставили там огромный памятник идеология была разработана в тридцатые годы в начале тридцатых годов в то время когда в европе возникал вот этот самый нацизм фашизм шовинизм националистический вот наряду с с гитлером у такого представителя армянства как гарегин дждэ в голове вот родились такие мысли потом они изложены в каких-то там его книгах трудах пройдем дальше по википедии цехохронизм делит армянство на три категории вот тут тоже очень интересно я бы даже сказал не категории даже какие-то касты первое это цеха манда цеха марта цеха марта это лучшая часть армянства она небольшая часть она подчиняется своему роду это элита армении значит которая в праве управлять всем остальным армянством которая придерживается вот идеологии значит то о чем мы говорим следующая категория она наиболее многочисленная это простой народ шеха вурд у них называется в большинстве стоим это колеблющая часть армянства которая позволяет себе раздумывать в смысле бытия значит о своем месте в жизни цеха марта считает что значит вот эта часть армянства подвержена влиянию толпы тут многое зависит значит от лидеров от политических деятелей но тем не менее значит вот такая значит самая многочисленная часть армянства экстрадирует из своего состава значит некоторых выдающихся людей по их мнению в первую вот эту касту цеха мартов вот а те которые значит не выдерживают вот этой идеологии опускаются в третью низшую касту об этом мы сейчас тоже поговорим это третья каста называется токанг по-армянски в переводе на русский в буквальном смысле означает подонки вот часть своей нации армяне делят значит на элиту на серую такую толпу и на подонков токанги это отступнический элемент в армянстве это внутренний враг рода являющийся частью внешнего врага обратите внимание они не просто значит как бы отвергают эту часть народа а и смешивают его со своим внешним врагом то есть ну понятное дело какое отношение к токангам у этого армянства и не случайно вот те самые блогеры которые сегодня появляются немногочисленные в армении которые начинают трезво размышлять значит о последствиях вот войны о будущем Армении о возможности жить в мире вот их относят к изменникам родины только за эти мысли за то что они высказывают такие свои соображения вот в этом смысле значит род для армян это высшая ценность в этой идеологии цехронизма основана эта вся идеология на культе крови на чистоты нации армянам не разрешаются смешанные браки значит армяне должны значит сочетаться в браках только в рамках своего рода для сохранения чистоты нации вам это ничего не напоминает? а вспомните Майнкап Гитлера там тоже говорили немцы о чистоты арийской нации постулатами значит и основой вот всего всей этой идеологии является семь культов казалось бы на первый взгляд тут ничего такого противоестественного нет это культ родины родина для всех имеет большое значение культ предков а вот если посмотреть дальше и вглубь ну допустим взять культ языка понятно для нации язык безусловно это такой определяющий момент имеет глобальное значение важное значение но армяне армяне значит по вот этой идеологии обязаны говорить между собой только на армянском языке только на армянском языке ну право есть такое конечно у людей говорить но здесь армянам это вменяется как обязанность и вот культ лидера у них лидер конечно это из первой касты из цеха мардов вот и лидер требует к себе безусловного подчинения вот это у них бог и царь на вот это лидерство сегодня претендует небезызвестный Роберт Кочарян а его идеология жизнится именно вот на этих принципах еще вот меня удивил значит поразил конечно в этой идеологии такой постулат родная земля одного народа не может быть родиной проживания для другого народа Армения как известно уже где-то к 80-м годам особенно к середине к концу 80-х годов стала практически моноэтническим государством вот благодаря придерживанию вот такого вот принципа жития земля одного народа не может быть родиной для проживания другого народа в Армении значит не может никто проживать кроме как армян и не может там любой другой человек проживая считать эту территорию своей родиной наверное какие-то единицы представителей значит разных национальностей там живут но они ни в коем ни в коей мере не могут считать Армению своей родиной по вот этим принципам вот это вот ультрафашистская идеология перекликается с нацизмом из Майнкап это ну это же очевидно вы знаете в интернете есть такой видеоролик Фуада Ахундова так кажется его зовут он знаток истории значит Баку архитектуры Баку вот этих старинных красивых зданий которые находятся на набережной Баку красиво о них рассказывает и вот в период войны Фуад Ахундов коснулся вот этой темы и тоже разложил значит более подробно вот эту историю под Сахамандров и он там привел стихи известного в России поэта Городницкого я не буду там цитировать но смысл усвоится к тому что как армяне вот считают там основой нации это вот такой племенно-родовой кровный признак а вот Городницкий заявил значит родство по крови порождает стаи родство по слову создает народ я тоже считаю что в 21 веке говорить значит основах значит жития на основе на принципах родоплеменных отношений кровных отношений ну это какой-то анахронизм уже ни к чему хорошему не приводит именно поэтому сегодня армяне значит уединились в своей Армении и не случайно значит две трети армян живут вне пределов Армении ясное дело что эти люди ну по крайней мере не разделяют таких принципов хотя там где-то находясь в своей диаспоре они тоже живут вполне компактно и продерживаются вот в основном таких же принципов когда значит на какой-то территории объединяется несколько народов и язык становится основой их взаимоотношений культура значит перемешивается происходит смешанные браки вот тогда тогда и создается значит можно сказать новая нация этой страны которая является народом я хотел бы обратиться к армянам задуматься над этим всем вот такое активное непринятие общечеловеческих ценностей которые уже сложились после Второй мировой войны после Нюрненского процесса после Хельсинксового соглашения 75-го года которое значит признает неприкосновенность границ Европе вот этими принципами они являются фундаментом для человеческих отношений для межгосударственных отношений и если не стоять на этих принципах то вот мы можем спуститься вот туда в 30-е годы к фашизму вот к этому цехокронизму о котором армяне ничего не знают хотя живут этими принципами спасибо за внимание всего вам доброго субтитры